Союзу Беларуси и России уже 15 лет, и этот союз является локомотивом процессов интеграции на всем постсоветском пространстве. И, наверное, без привлечения можно говорить о том, что если бы не было Союза России, Беларуси, то вряд ли бы мы сейчас могли говорить о таможенном союзе трех государств, вряд ли мы могли бы говорить о едином экономическом пространстве, и вряд ли мы смогли бы строить планы к 2015 году создать Евразийский экономический союз. Вот Союз России и Беларуси, интеграционные процессы, которые проходили и проходят между двумя нашими странами, продемонстрировали такую эффективную модель интеграции, которая может проходить на пространстве Содружества независимых государств. Сегодня состоялась 41-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Мы подтвердили новый состав парламентского собрания в связи с тем, что прошли выборы депутатов Государственной Думы, и несколько изменилась российская депутация, депутация федерального собрания. Вскоре состоятся парламентские выборы у наших друзей, это будет в сентябре месяце. Но мы уверены в том, что и новый состав депутатского корпуса парламентского собрания готов к работе. И мы выразили вместе надежду на то, что парламентское собрание может стать одной из основных общественно-политических площадок для обсуждения ключевых вопросов, которые волнуют жители двух наших стран. Я должен сказать, что это равноправный и взаимовыгодный проект строительства Союза государства. И за это время очень многое сделано. Вы знаете, рекордный товароборот между Республикой Беларусь и Россией, который достигнут за прошлые годы. Это реализация ряда совместных программ, это поддержка друг друга в международных организациях, в том числе и парламентских. И, безусловно, возможности Союза государства на сегодняшний день не исчерпаны. У нас, я считаю, созданы достаточные политические рамки, чтобы двигаться вперед. Это эффективно работает Высший Госсовет, Союзный Совет Министров, Постоянный Комитет, Парламентское Собрание. И, конечно, тот опыт, который приобретен за это время в союзном строительстве, я считаю, что он проложил дорогу в плане создания таможенного союза, единоэкономического пространства и будущего Евразийского экономического союза. Конечно, у нас есть вопросы, которые нужно еще решать. Я считаю, что наработана серьезная договорно-правовая база, соглашения, но, безусловно, они на 100% сегодня не работают, потому что в целях их реализации нужно на уровне министерств, ведомств принимать соответствующие конкретные решения, чтобы реализовывались вот эти соглашения. Думаю, что у нас большие возможности в плане экономического взаимодействия, и 40 миллиардов товарооборот – это не предел, и не только просто торговля товарами, но в первую очередь, конечно, это создание совместных предприятий, сборочных производств на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, продвижение этих проектов в Таможенном союзе, на территорию всех стран СНГ. Безусловно, это вопросы промышленной кооперации. Я думаю, что здесь еще большое у нас поле деятельности, и, по крайней мере, парламентарии Беларуси и Российской Федерации, парламентское собрание, именно настроенный и в дальнейшем на такое конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Беларуси и Российской Федерации